Задача. Приняли тебя в художник, не приняли в тебя в художник, похвалили тебя или не похвалили. Вот Гончаров был от этого очень зависим. Это, конечно, плохо для художника. Он в этом смысле не был устойчивым. Он был зависим от того мнения, которое слышал. Это плоховато. Эта работа чем еще цена для нас, скажем, как реставратора и для технологов? Мы тут видим, чем он работал. Вот вы поглядите, а здесь, между прочим, есть наклеечки, коллажи от тех растворяющих вещества, которые он обудлял. Это капаловый лак, мастичный лак, эмаль ПФ, очень хороший эмаль ПФ советский. Сейчас ее почти нет, это замечательная краска. Капаловый мастичный лак, прекрасные масляные лаки. Есть домарный лак, белилоцинковый, растворитель номер два. Он подешевле был, обычно не четвертым портом, а именно вторым. А второй в советское время существовал для мытья кисти. Вот эта работа для нас, конечно, цена еще есть. Но, помимо всего прочего, она очень тяжелая. Это те самые арголиты, которые появляются. И вот художники используют арголиты. Снизу еще и сзади тут такие наклеечки, чтобы мы могли это все поднимать. И, конечно, вот эта его авторская рама, вот, она нам тоже цена, да, обрамляющая, включая золото. Вот, и вот эти вот похожие и отталкивающиеся от пола, вот эти вот красочные потюки, они говорят о том, что перед нами, конечно, настоящий такой нон-конформист, не в смысле антисоветчик, а в смысле человек, который идет путем, ну, как вы сейчас назвали, авангарда, да. Ну, а с другой стороны, он, например, все-таки уже становится человеком, который создает свою мифологию, он придумывает свои темы, свой сюжет, и это для него рекиум, это конец. Он переезжает сначала в Минск, это, ну, вот, 73-й год, а через год он будет вынужден уехать из Минска в Сергиево-Пасад. Он вот в этих самых творческих поездках знакомит с Иваном Сандерем, это известный художник Сергиево-Пасада, но такого все-таки социалистического плана, но в Сергиево-Пасаде он считается модернистом. И Иван Сандерев говорит, давай, приезжай к нам, это Россия, это Сергиево-Пасад. Вот тут еще один поворот на православие, на ту самую Русь, появляются совершенно другие темы. Ой, а можно два слова буквально? Я так не одобавлю, извини, пожалуйста. Здесь есть еще один совершенно фантастически точный смысл того, что ты сказал. Потому что, заметьте, что все елкости перевернуты вниз, то есть они все стекают, то есть они исходят в жизнь из этих сосудов, этих красок. То есть уходит жизнь из всего, он четко совершенно это вырос. Да, и чайник его, да, и чайник на голове, да, и лавровый весь пирог, да. А снизу вверх, а снизу вверх поднимается, так что. Вот, и следующую, хотя бы, чтобы вы на следующую работу обратили внимание, ну, это моя любимая работа, я считаю, что это тоже шедевр. Название пионерки, оно не авторское. Вы знаете, я назвал это, сначала мы назвали это «Три подруги», но слово «три» мне запало, да. А я как бы взял ее ляпку, потому что это «Троица», понимаете. И я думаю, что я, по сути, в общем, очень прав, потому что здесь, во-первых, мы видим вот этого самого другого педагога Михайлова, да, Михайлова, который действительно интересовался Дионисием и привил любовь к Рублеву, Станиславу Гончарову. И потом здесь очень, очень образное вот это соединение трех девушек, как трех ангелов. И вот эти вот красные флотов и партук все-таки тоже по-своему, мне кажется, очень по-иконному сделали. Поэтому, мне кажется, это одна из сильнейших работ Гончарова, ну, я ее действительно стал ассоциировать, строить, да. И еще «Вера Надежды». Да, «Вера Надежды», «Бог» и «Мальчик Забы», да. Эта работа тоже, скорее всего, по плану, может быть, попадет в очень хорошую коллекцию. Вот это следующая работа «Миннастное утро». Вот если вы помните, кто помнит 70-е годы, то, наверное, и кто знает жилпись 70-е годы, то, наверное, обратит внимание на то, что вот тут появляются элементы не только коллажа, но наклеек более каких-то, ну, и коллаж, я имею в виду, там, нарезка аппликаций, да, из бумаги. Тут начинают наклеивать ткани, да. И Гончаров этого тоже не избежал. Он начинает наклеивать ткани, есть вещи, где он наклеивает и штаны свои, там, и рубашки, и палитры, и вещи становятся чрезвычайно тяжелыми. Вот это тоже интересная работа «Морской закон семьи». Вот что бы мне хотелось о ней сказать? Ну, она, конечно, кривая, у Гончарова авторские подрамники, они, конечно, кривые. Но здесь я вам говорил о темах семьи. Тем семьи очень много, но пока я не стал говорить с дочкой и с женой, что вообще этот художник-то, по сути, семьянин, он всю жизнь никуда-то не от вас хотел, и они не очень понимают, а он хотел, он к вам бежал, он хотел найти у вас приют, понимание, да, поддержку. Они мне не верили, но сейчас они вот все отходят и потихоньку понимают, что это так и было. Дочка и жена – это ведущие персонажи, конечно, вместе с его автопортретами, сквозь все его творчество. Ну, а это «Морской закон» отражения тачкой. Здесь использованы какие-то наплыки очень интересные, которые проходят уже под живописью. Ну, а вот стилистически, пластически, я считаю, что эта вещь совершенно в Гончарову не попадает. Она вообще у него, вот из его творчества она одна. Я же говорю, что это написано немного. Да, но она ни с какой другой работой не связана. Она у него, в его творчестве, совершенно одна. Вот, работа «Голубой лото», знаете, вот есть какой-то момент очень интересный в Гончарове, он довольно слабо представлен. Это работа эстетская. Когда он, в общем, хорошо очень работает с цветом, тоном, приближает, и здесь никаких других смыслов нет, кроме как работа с интересной фактурой, с работой с интересными какими-то колористическими сочетаниями. Вот это одна из его лучших работ, и, конечно, тоже обравлена вот этой вот такой вот киотной обкладкой. Вот, следующая работа, ну, очень сложная, очень сложная и технически, и по содержанию, и мифологически. У нее, конечно, появляются русалки, но тут появляется Чернобыль, да? Вот это вот то, что страшное, что произошло тогда в Чернобыле. Чернобыльские креницы, диптик, ну, он не совсем разгадан для нас, да? Здесь мы видим русалки, лебеди, вода, крынки. Но и мне бы хотелось обратить ваше внимание на вот этот вот фантастический вод. Работа тоже жутко тяжелая, поэтому мы тут делаем подставочки для них. И снутри, и с тыльной стороны довольно сложно сколочено. И, кроме того, здесь получается, что еще он, вероятно, видя работы Юкера, он еще работает, я имею в виду Санислава Бычева, работает с тем, как ложится тень от этих гвоздочков, которые еще дополнительный какой-то графический язык здесь состоит. Вот, надо сказать, вот я, пожалуй, вот о чем скажу, что совсем не была гладкая жизнь Гончаровой в 75-м году. Он вступает в союз художников, да, когда приезжает Сергей Павлович. Субтитры сделал DimaTorzok